МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Мурад Ахмедов. Итоги недели на канале ННТ. Нам удалось укрепить доверие федеральных органов власти и увеличить объемы привлеченных федеральных средств на 8%. Это 6 миллиардов рублей. Сейчас все министры работают по задаче обеспечения. Полностью бесплатные больницы. Правительство Дагестана отчиталось о работе за год. Годовой отчет премьер-министра республики заслушал Народное собрание. В работе очередной сессии парламента принял участие глава Дагестана. Выступили со своим видением ситуации представители фракций. Темпы вроде бы неплохие, планы вообще грандиозные, но вместе с тем наши неимущие в среднем в 13 раз беднее тех, кто живет в достатке. Коэффициент, определяющий, насколько серьезен разрыв между доходами богатых и бедных в Дагестане, очень большой. Поэтому темой обсуждения стало обеление экономики, развитие промышленности и туризма, предоставление льгот на проезд в общественном транспорте. Внимательно изучала рабочую повестку сессии Изумруд Гамидова. Ей слово. В центре внимания правительства вопросы повышения качества жизни и выход на среднероссийские показатели, от которых республика существенно отстает. Успехи есть, но впереди все же непочатый край работы. Так, Кабинету министров республики совместно с органами местного самоуправления удалось не только сохранить уровень ранее достигнутых показателей, но и добиться заметных сдвигов по ряду направлений. Объем собственных доходов увеличился на 5 миллиардов рублей. Нам удалось укрепить доверие федеральных органов власти, увеличить объемы привлеченных федеральных средств на 8%, это 6 миллиардов рублей. Также принятые меры позволили увеличить объем республиканской инвестиционной программы в 5 раз. При этом, отметил премьер, некоторые отрасли в Дагестане по-прежнему находятся в тени. В их числе он назвал строительство, производство обуви, мебели, оптовую и розничную торговлю. В этой связи должны проводиться мероприятия по наращиванию легальной экономики. В этой связи нами организованы мероприятия по сплошной постановке экономических субъектов на налоговый учет. При этом речь идет не о закрытии так называемых серых зон, а о наращивании легальной экономики. Другими словами, нельзя допустить сокращение рабочих мест при переходе из серой зоны в белую зону. На увеличение фонда оплаты труда правительством выделено более 5 миллиардов рублей. Говоря о среднемесячной зарплате, в республике премьер-министр заверил, что она выросла на 13% по сравнению с прошлым годом. Сократилась в республике и безработица. Численность граждан в этой связи у нас сейчас составляет 23 тысячи человек. Она сократилась на 1,7 тысячи человек или на 6,7%. Глава Кабмина затронул и вопросы туризма. Так, по словам Сдунова, особое внимание будет уделено развитию туристской инфраструктуры вокруг Сулакского каньона, куда приезжает большое количество туристов. Идет ввод в эксплуатацию новых гостиниц, пляжи. Республики также приводятся в соответствии с мировыми стандартами. Однако, несмотря на некоторые успехи по многим показателям, республика до сих пор находится в хвосте федеральных рейтингов. Горожан волнует повышение цен и тарифов. Вот в докладе говорилось о том, что наши дороги оборудуются камерами. Да, прекрасно, хорошее дело, современное. Но здесь нельзя забывать о том, что все-таки здесь есть и надо соблюдать научные нормы ограничения скорости, места их установки, чтобы эти камеры не стали очередным источником побора с наших граждан и так, которые трудно проживают. Депутатами был принят законопроект об организации регулярных перевозок. Данный документ предусматривает возможность льгот на проезд для отдельных категорий граждан. Всего парламентарии рассмотрели около 20 вопросов. Замрут Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И опять пожар. Пламя уничтожило 17 домов жителей села Тесе-Ахитли в Цумадинском районе Дагестана. Общая площадь пожара превысила 2500 квадратных метров. Спасателям понадобилось порядка трех часов, чтобы побороть пламя. Было задействовано 60 человек и 13 единиц техники. Из-за плотной застройки и сильного ветра огонь перекидывался с крыши на крышу за считанные минуты. Без крова в одночасье остались 64 человека. Погорельцев временно разместили в здании сельской школы. С пострадавшиной встретился глава республики Владимир Васильев, прибывший на место. Сейчас все министры работают по задачам обеспечения электричеством, газоподведения. С миграционной службы сюда приедут люди. Здесь есть один сотрудник уже миграционной службы, я знаю, работает, видел. Будут помогать оформить быстрее документы. В ближайшее время хозяева полностью выгоревших домов получат 100 тысяч рублей. 50 тысяч выделят тем, кто частично утратил имущество. Также будет оказана единовременная материальная помощь на каждого члена семьи. Парадоксально, но факт. Третья городская больница, открывшаяся в начале прошлого года и за короткое время завоевавшая доверие у пациентов, вдруг оказалась ненужной. Клиника, способная оказывать качественную медицинскую помощь, теперь на грани закрытия. ФОМС в этом году не внес медучреждения в список финансируемых организаций. Причины подобного отношения к соционару в сюжете Абдуллы Алиева. Сейчас этот коридор пуст, но еще недавно здесь было многолюдно. Третья клиническая больница теперь на грани закрытия. В этом году она не включена в список финансирования Фонда обязательного медицинского страхования. Как говорится, теперь не на что жить, а точнее не на что лечить. Со дня своего основания третья больница была призвана безвозмездно служить населению республики. В этом году из-за сложившейся ситуации такая возможность может сойти на нет. Коридорская клиническая больница номер 3 – учреждение, включенное в реестр медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность в рамках обязательного медицинского страхования. В 2018 году нам был определен объем финансирования в размере 39 миллионов. Изначально было нами заявлено 205 миллионов рублей. Решением комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в республике Дагестан принято решение в 2019 году профинансировать несколько лечебных учреждений. Однако наша больница в список этих учреждений не входит. Туда входит несколько частных учреждений. И самым крупным учреждением, которому определены объемы финансирования в размере 2 миллиарда 700 миллионов рублей, является ООО ЕКДЛ, Буйнакская лаборатория. Причины, по которым третья больница не будет получать финансирование Минздраве и ФОМСе, нам так и не объяснили. Одно ведомство ссылается на другое, не желая взять на себя ответственность за решение. Решение весьма странное, так как клиника оснащена всем необходимым современным оборудованием и имела штат квалифицированных сотрудников. За прошлый год здесь было проведено около 500 операций, некоторые из которых были высокотехнологичными. За прошедший 2018 год наше учреждение неоднократно посещали различные гости и представители исполнительной власти, которые высоко оценили материально-техническую базу и оснащенность нашего лечебного учреждения. Магомед Шафиев – чернобыльц, принесший два инсульта. За свою жизнь ему довелось лечиться в разных клиниках, но в третьей ему оказали всю необходимую помощь. Здесь, по его словам, врачи уделяют особое внимание чуткому отношению к пациентам и стараются добросовестно выполнять свою работу. Очень прекрасная больница. Больница, которой аналогов, наверное, не только в Дагестане, но и в России нет. Полностью бесплатная больница. Обслуживающий персонал очень вежливый. Врачи очень способные, грамотные, опытные, знающие свою работу. Сказать, что больные обеспокоены, значит ничего не сказать. Новость о возможном закрытии больницы стревожила многих. Не стоит забывать и про расположение клиники. Она единственная в этом районе столицы, куда могут обращаться помимо горожан жители Семендера, Ленинкента, Шамхал и Красноармейска. Также за помощью сюда обращаются из разных городов и районов Дагестана. Лишь бы это были слухами. Только слухами. Такие больницы нельзя закрывать. Такие больницы нужны везде, тем более в Дагестане. Где народ живет бедно, чем в других местах. Поэтому, значит, это совсем неприимлемо. Я хочу похвалить эту больницу. В этой больнице оказывается большая помощь для таких, как мы. Почему ФОМС не финансирует эту больницу? Я об этой больнице узнала в прошлом году и очень обрадовалась. Здесь все делается для людей. Здесь никто ни от кого не зависит. Я благодарю этих врачей, которые нас поддерживают. Хорошая больница, внимание есть, лечит, что есть. Ну, в таких больницах надо же выделять деньги или что-то делать. Если была бы коммерческая больница, давно дали бы деньги сюда. А когда людям бесплатно делают, доброе дело. Вот им, правительству, это не угодно. Несмотря ни на что, врачи третьей городской больницы не падают духом и не намерены сдаваться. Пока здесь все еще принимают пациентов и стараются оказывать медицинскую помощь населению. Хотя уже, к сожалению, не в тех объемах, как было раньше. Сокращен персонал. От былых возможностей вскоре могут остаться только воспоминания. Изначально городская клиническая больница номер 3 – это социальный проект, это некоммерческий проект. Соответственно, полностью переходить на платные услуги такого намерения у нас не было. Поэтому мы просим комиссию по разработке территориальной программы, а также руководство Министерства здравоохранения определить нам объемы стационарной и амбулаторной медицинской помощи для того, чтобы мы могли в дальнейшем существовать. Махачкала. Между тем, в Дагестане в районной больнице 4 года лечили людей, ушедших из жизни. Сделать невозможное возможным смогли должностные лица Унцукульской ЦРБ. Мертвые души позволили похитить из бюджета ФОМС более 230 тысяч рублей. По словам представителя районной прокуратуры, сотрудники больницы внесли в учетную документацию эффективные сведения об оказании помощи более чем 130 больным, которых, как выяснилось позже, уже давно нет в живых. По данному факту возбуждено уголовное дело. Охота на мужчин превратилась в охоту на людей. После скандального спектакля в Махачкале волна недовольства благодаря провокациям вышла за любые допустимые рамки критики. Оскорбления посыпались со всех сторон и заполонили сеть, что негативно сказалось на имидже республики, так как многие федеральные СМИ вынесли в свои заголовки именно оскорбительные комментарии, а не взвешенную позицию дагестанцев. Как не поддаться на уловки информационных провокаторов, как не оказаться вовлеченными в чужие игры и научиться выражать свою позицию цивилизованно, не подставляя себя и свою республику. Об этом мы говорили на ток-шоу «Право выбора» на нашем канале. Авторитетные эксперты из разных сфер попытались найти общий знаменатель в споре, где вопросов больше, чем ответов. Полная версия острой дискуссии прошла в эфире и доступна на нашем канале в YouTube. Надо создавать диалог, не наскакивать в эфире. Всю соцсеть забили угрозами, какими-то ненужными предупреждениями, какими-то налетами. Что остается в итоге? В итоге сейчас у нас скандал на всю Россию и заголовками, главными тегами, главными маркерами этого скандала являются оскорбительные заявления в адрес актеров. То есть зарежем, убьем. Все оскорбления, они же формируют мнение о Дагестане. Невозможно спрятаться от мира. Человек любой, молодой человек, какой бы ни был, включает интернет и может видеть все, что он хочет в мире видеть. У нас такие двойные какие-то стандарты здесь. Если это открыто, это показывать нельзя. А если это никто не видит, все можно. Да. Все можно. Это нельзя. Тех людей, которые там находились, они купили билет, они пошли туда, они это смотрели. Был такой фильм в свое время, куда я со своим мужем вместе пошла. Там была такая сцена, я была уже взрослая женщина. Мне стало стыдно, я встала, ушла. Я со своим мужем это не смогла смотреть. Но об этом тоже будет речь. Это же выбор каждого человека. Там же сидели не инопланетяне. Меня больше всего, что поражает сегодня в нашем, особенно в дагестанском обществе, почему всегда ищем крайности, почему нельзя просто дискутировать, почему нельзя просто дружить, просто общаться. Пока у государства нет государственного механизма регулирования этих процессов, все это будет продолжаться дальше тоже. Сегодня мы должны говорить, почему у нас в Дагестане пользуются это спросом. Значит, нам необходимо в первую очередь заниматься воспитанием нашего общества. Проповедники должны искать, где у них упущение. Люди чистого искусства должны искать, как же увлечь публику. Но нам надо, видимо, к этому отнестись более серьезно. Чтобы этим искусством занимались люди искусства, а не проходимцы, которые зарабатывают на этом деньги. Та, что была реакция, которая у нас у всех была, хвала Всевышнему. Значит, мы отличаем, можем отличить плохое от хорошего. Но где-то критика смешалась с оскорблениями. Вот это не должно было быть. Об этом я и говорю с самого начала. Не нужно возбуждать вражду. Нам кажется, что мы делаем хорошее, когда мы кого-то призываем. А мы в волну гневных отскрепов поднимаем людей, которые не находятся на том уровне осмысления, чтобы понять, что они делают даже. Они на волне эмоций. Здесь есть много авторитетных людей, почти что все авторитетные люди. Можно собрать какой-нибудь общественный, один общественный совет. И в этом общественном совете, чтобы они мониторили и могли выбирать, что можно в Дагестану, что нет. Это будет продолжаться. Нам надо выработать некий алгоритм действий. Как нам действовать, чтобы не дать вот тем медийщикам, федеральным, западным, я не знаю, кто за ними стоит. Это надо разбираться. Которые вот такие заголовки, там, лента, ру, то, все и так далее. Убили, расстрелять. Это же влияет на наш имидж Дагестана. А это наш капитал. Это экономика, совершенно верно. Это экономика. Туристы завтра не будут приезжать. Дагестан в числе худших регионов по количеству аварийного жилья. Антирейтинг был составлен на основе исследований экспертов Международной консалтинговой сети Финэкспертиза. Вместе с большим числом ветхого жилья оказалось, что крайне мало людей обращаются за ипотекой. Отмечается, что причиной низкого числа кредитов могут стать особенности республики, где многие считают кредит недозволенным по религиозным причинам. Кроме Дагестана, лидирующие строчки жилищного антирейтинга заняли Ингушетия, Тыва, Якутия и Магаданская область. Поменяться местами со своими детьми и пройти через Тернии и ЕГЭ смогли родители Махачкалинской гимназии номер 13. В рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ» взрослые смогли оказаться на месте своих детей. И пройти все экзаменационные процедуры. От металлодетектора у входа до получения результатов. Экзамен проводился по русскому языку и математике. Акция проходит уже в третий раз и призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ. И лучше познакомиться с процедурой. Мой сын выпускник 11 класса. И вот я очень переживаю о том, как он будет сдавать. И хотела сама попробовать, через что будет проходить мой сын. Как это все проходит. Попробовать на себе испытать. Ну и, конечно, хочется свои знания тоже проверить. Ну, я пришла сюда, во-первых, чтобы себя саму переубедить, что ЕГЭ не страшно для начала. Ну, а далее, если, конечно, на самом деле окажется, что это все так просто и легко, удобно, здравить ребенка. У меня история немножечко, может быть, не такая, как у всех. У меня ребенок в суре 6 класса. Я, по принципу, готов с Аней летом. Поэтому я заранее хочу посмотреть, как это на самом деле, какие задания, сколько линии сложные. И уже начать заранее готовиться к ребенку к этим экзаменам. Так как они неизбежны. Радиоэлектроника, как искусство. И обычные садовые беседки, изготовленные с ювелирной точностью. В Дагестане прошел региональный чемпионат WorldSkills, который собрал сотни молодых профессионалов со всей республики. Победители конкурса будут представлять Дагестан на всероссийском уровне. С настоящими мастерами рабочих профессий познакомился наш корреспондент, Патимат Ханапова. Ему еще нет 18-ти, но в электромонтаже он смыслит больше, чем любой взрослый. Михаил – ученик колледжа строительства и дизайна, но увлекаться этим начал, еще будучи совсем мелким. Признается, что еще тогда понял, что это его. Занимаюсь я с рождения, то есть уже как только начал ходить, что-то в руки уже начал соображать, уже понял, я электрик. Ну и решил поступить, попробовать себя. Вот, не ошибся. Это моя работа, это щит распределения, это вход. То есть здесь будет вход, он так будет вытянется, то есть податься питанию. Питание здесь распределится от трехфазного щитка, потом на освещение, на розетки, на выключатели. И тем самым вся цепь запитается. То есть, ну абсолютно ничего сложного. Бороться за звание лучшей среди медицинских работников этим ребятам придется упорно. Здесь большие требования. Найти подход к пациенту, поставить верный диагноз и поддерживать чистоту в палате. Все как в настоящей больнице. Уступать в этой компетенции никто не желает. Профессия ответственная, поэтому без права на ошибку. Общество с участниками конкурса во время выполнения заданий категорически запрещено. Они не должны отвлекаться, так как любая малая погрешность может стоить победы. Так, например, здесь ювелиры изготавливают серебряные изделия. Допустимая погрешность в этом роде деятельности составляет 10%. Точность расчетов, шлифовка и полировка. Работа с серебром требует усидчивости и аккуратности в действиях. Чего не отнять у этих молодых ювелиров. Сюда, в Каспинск, съехались представители самых разных рабочих профессий. От парикмахеров до автомехаников, от поваров до сварщиков. Здесь представлено около 30 компетенций. В Каспинск на чемпионат приехали мастера не только со всей республики. Эльдар прибыл из Казани и является трехкратным призером в Татарстане в номинации «Сухое строительство». Здесь он в качестве гостя. Ощутить вновь дух чемпионата, так объясняет свой приезд юный мастер. Я у себя занимал, в этом году я первое место, а до этого третье. Это было как бы для меня, я тут участвую не в конкурсе, я просто для тренировок, для опыта, опять-таки. Рабочие профессии набирают популярность, и такие специалисты ценятся на весь золото. Ведь во всем мире насыщенными офисными клерками остро не хватает тех, кто умеет работать руками. Патимат Ханапова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск, Новости 24. Неравнодушные к судьбе одного из символов Махачкалы, озеро Агель, вышли вчера на массовый субботник. Эта эко-акция прошла по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта. Также активное участие в мероприятии приняли сотрудники Ленинской администрации столицы и работники Министерства природных ресурсов. О мусланном пейзаже с видом на озеро расскажет Луиза Раджабова. О том, что озеру Агель нужна срочная экологическая реабилитация, знают все и давно. Поэтому проведение акции именно здесь вполне понятно. Мы должны все к проблеме мусора отнестись очень серьезно. А именно, начиная с себя, мы должны доносить все пакеты до баков. Начиная с себя, мы должны учить наших детей этой культуре обращения с отходами. Весь мусор за один день невозможно вывезти. Но будем стараться продолжать эту работу, будем просить привлекать дальше тоже всех, кто имеет технику, всех, кто имеет такие возможности. В первую очередь негативное влияние оказывает хозяйственная и промышленная деятельность людей. Пока проходил субботник, общественники замечают трубу одного из фитнес-клубов. К счастью, не канализационная, но убрать все-таки придется. Администратор заведения признается, что сами неоднократно проводят субботники, а недочеты будут устранены в кратчайшие сроки. В течение трех дней мы постараемся устранить все неполадки, также мусор и переработку мусора и так далее. Обязательно постараемся провести все в порядок. Это и для нас, как и хорошо, для нашего фитнес-клуба. Метр за метром грузовые машины очищают несанкционированную свалку. Элементарное отсутствие площадок для установления контейнеров и цивилизованного подхода к уборке мусора дает свои плоды. В результате строительной деятельности почти потеряно зеркало озера. Это озеро имеет очень важное значение, в том числе и как объект, который будет притягивать к будущему туристов. И сегодня оно имеет очень важное значение и для экосистемы города. Мы все знаем, что вдоль побережья Каспия, вдоль этих всех озер проходят миграционные пути птиц, которые мигрируют по сезонам, то южные страны, то обратно сюда. И сохранение этих объектов будет иметь огромное значение, в том числе и для сохранения уникальной агнитофауны России и всего мира. Чтобы не дать погибнуть озеру, свое весомое слово должны сказать власти и тяжелая техника. Когда и как это произойдет, пока неизвестно. Луиза Раджапова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И это главное, чем запомнилось нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok